Впервые в Украине происходит масштабнейшее мероприятие, праздник спорта, который посвящен Дню физической культуры. Сегодня пришли тренера, чемпионы по многим видам спорта. Сегодня тут также почетные наши ветераны спорта, все люди, которые имеют к спорту непосредственное отношение. Более 50 федераций. Это и олимпийские виды спорта, и не олимпийские виды спорта. Это командные игры, а также личные, также можно сказать экстремалы. Экстремалы это не спорт, но это движения, активные движения, молодежные спортивные движения. Спортсмены, которые пришли сегодня, они пришли, во-первых, дать автографы, это чемпионы наши. Они пришли рассказать о своих достижениях, показать их, и показать своим примером, что значит чемпион. Таусу в Харькове. Занимается дрессировкой собак, обучением. Немецкая овчарка, собака Атава. Знает навыки общей дрессировки, послушания, учится защищать. Давайте, ика, скупаем, Владислава Михайловна, погромче! Участники спорта, дорогие марка спорта, Кайтон, спортивная столица. Мы желаем вам на нашей площади свободы показать свои спортивные мастерства, силу, координаты, буты и вашу измагию. Это на немецком команде произносится. Почему? Некоторые считают, и я так считаю, что команды на немецком чуть-чуть звучат. Собаки легче воспринимать. Представляем клуб американского футбола «Атланты». Нас здесь сейчас приблизительно 20 человек. Вообще в команде до 40 человек. Этот вид спорта не совсем популярный в Украине, но достаточно развит и набирает хороших оборотов в будущем для развития спортсменов молодых. Самый старый клуб в Украине. В 1989 году был создан в Харькове. То есть второй на постсоветском пространстве и первый в Украине. Вот завтра игра с днепропетровскими ракетами. Приходите, пожалуйста, в час дня на Арсенале. Вы считаете? Достаточно, да, мы рассчитываем в этом году на призовые места. Почему вы рекомендуете взаимосвязь? Ну, во-первых, это надо все время думать. Это выносливость. То есть баскетбол это всегда игра в движении. Нет никакой передышки, ничего. Всегда, всегда, все время в движении. Это координация движений тоже. Ну, это и друзья. Тренировки, сила. Украине, на сколько было раз в Харькове, допустим? В Харькове, ну, скажем так, не так, как хотелось бы. Ну, то есть я имею в виду баскетбольные площадки, которые на улицах. Вот их очень мало, негде играть особо. Чтобы был хороший асфальт, а не так сделали, там какие-то кольца там по 2 рубля. И все надо, чтобы было удобство игры.